В Брестском облсполкоме участвовали команду региона, занявший третье общекомандное место на третьем республиканском конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Беларусь-2018. Состязание проходит среди юношей и девушек, получающих профессионально-техническое образование. Не только конкурс для них, а конкурс и для нас весьма важен, потому что это на самом деле лучшие молодые в будущем профессионалы, за которыми стоит развитие нашего всего государства. Ведь самое главное, необходимо быть профессионалом в чем-то конкретном, в собственном деле. Они уже это доказали. Строительная отрасль и бытовые услуги, столярное дело и машиностроение, аграрная сфера и высокие технологии – это лишь малая часть профессиональных областей, в которых будущие мастера Брещена демонстрировали свои навыки. Нравится, что очень творческая сфера деятельности, что-то новое каждый раз, нужно чему-то учиться, что-то узнавать, все не стоит на месте. Так же, как и появляются новые какие-то инструменты, препараты, ну и вот начиная от этого, конечно, многое развивается в этой сфере. Какие ставите перед собой цели на будущее? Продолжать учиться, не останавливаться, быть лучше, чем вчера. Когда приходят ученики работать, первое, что я пытаюсь найти в них – это трудоспособность. То есть желание работать, желание осваивать профессию, желание быть лучшей, потому что это, по сути, спорт, соревнования, участие в конкурсах. И все эти качества я нашла в Ксении. Главная задача педагога – помочь ученику раскрыть свой талант. Под чутким руководством наставников студенты и молодые рабочие соревновались в 26 компетенциях, которые уже стали их основной профессией. Представители Брещины завоевали 11 наград, из которых две – золотые. Пришел в эту профессию, потому что у меня с детства была стройка, дом, родители строили, мне это нравилось, я помогал, смотрел, как делают. Ну, как бы хотелось попробовать пойти, поучиться на строительстве. Ну, как бы все сложилось, все получилось и выиграл республику. Ну, сейчас хочу продлевать, учиться идти дальше на среднее специальное образование. У него было большое желание, рвение, вот, видно, что человеку профессия нравится, вот, он любит ее, он с большим старанием, вот, работал. На Брещине порядка 50 учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования, в которых молодежь получает рабочие навыки. Вместе с профсоюзной организацией они составляют хороший тандем, оказывая поддержку будущим мастерам. Это работа наших самых дорогих и любимых наставников, которые с ними трудятся, с ними работают ежедневно, они повышают свой профессионализм. Конечно, чтобы прийти и показать свой уровень, как мы уже даже сегодня видим, у нас 11 медалей, это очень хороший показатель. Сегодня очень многое зависит от компетентности наших педагогов, и мы стараемся всеми возможными способами повышать ее стажировки, обучение, направляем в заграничные командировки. Наши специалисты выступают в качестве экспертов на различного рода соревнованиях. Это, конечно, создание материально-технической базы. Мы пошли по пути создания ресурсных центров и будем наращивать эту работу. Модернизировать наши средства обучения, чтобы они соответствовали современным требованиям. Это комплексная работа. Сегодня будущие рабочие и служащие продолжают постигать тонкости выбранной профессии, но уже завтра они придут на свои первые рабочие места, чтобы на деле показать, чего они стоят и на что способны. Ирина Альшова, Дартбоконожник, Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok